Акция памяти свеча традиционно проходит в Наринмаре, как и по всей стране, 3 сентября. В этот день вспоминают о жертвах терроризма в школе номер один города Беслана. 1 сентября 2004 года. В первый день очередного учебного года террористы, направленные Шамилем Басаевым, захватили в заложники учеников, их родителей и учителей, пришедших на школьную линейку в школу номер один города Беслана в Северной Осетии. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в невыносимых условиях в заминированном здании более тысячи заложников. От 3 сентября в 13 часов и 4 минуты в спортивном зале школы, где находились люди, прогремели взрывы, начался пожар, здание школы частично обрушилось. Силами Центра специального назначения ФСБ предпринят штурм, в ходе которого были ликвидированы 27 террористов. Единственный взятый живым Нурпаша Кулаев был приговорен к пожизненному заключению. Традиционно акция свеча в память о жертвах террористического акта в школе номер один города Беслана каждый год проходит 3 сентября во дворе первой городской школы. Люди приходят сюда, чтобы зажечь свечу памяти, помолчать, вглядываясь в лица детей на фотографиях стены памяти, задуматься над тем, что нужно сделать, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись. Организатором акции в Наринмаре вот уже несколько лет является региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи. И каждый год ты вспоминаешь, как вся страна наблюдала за развитием всех этих событий страшных, потому что погибло очень много детей. В тот момент мы тоже были сами дети, и чья-то жизнь оборвалась, и они не продолжили свой жизненный путь. По уточненным, через некоторое время после трагедии данным, в результате террористического акта погибло 334 человека. Самое страшное – это то, что 186 из них были дети. Сегодня старшим из них могло бы исполниться 33 года. Вот сейчас, когда я смотрю на эти фотографии, конечно, до сих пор еще иметь сердце. С фотографий смотрят эти глаза, вот эти лица, которым жить да и жить, понимаете, которым строить наше государство, защищать его. А они погибли. Почему они погибли? Мы сейчас опять задаемся этим вопросом. И, конечно, это трагедия, которая касается каждого из нас. Трагедия Беслана стала точкой отсчета не только в пространстве, но и во времени. Именно она в решающей степени послужила причиной того, что по решению президента в России был образован Национальный антитеррористический комитет. На него возложена обязанность координировать действия силовых структур и органов власти на всех уровнях – от федерального до местного. Действия, направленные на то, чтобы не допустить повторения трагедии Беслана. По той же причине были ужесточены требования к мерам безопасности в учебных заведениях. И потому же практически повсюду в России перед началом очередного учебного года проводятся учения, на которых проверяется готовность и умение сотрудников спецслужб, органов внутренних дел, подразделений Росгвардии и МЧС противостоять вооруженным преступникам. Задолго до завершения акции в Наридмаре, к основанию стенда с фотографиями погибших, Руками наших земляков были возложены многие-многие десятки красных гвоздик. И замерцала розсыпь огоньков свечей. Михаил Веселов, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Продолжение следует...